Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. В основном на моем канале вы смотрите видео про прекрасный окружающий нас мир. Но сегодня немного о другом. О чем? Смотрите далее. Затонувшая земля внезапно начала подниматься. Этот странный ролик про то, как земля поднимается над водой, совершенно неожиданно стал вирусным. Удивительные кадры были сняты случайным прохожим в Индии. Наверное, он испугался, наблюдая за тем, как затопленная земля поднимается со дна реки и резко обваливается. Земля возвышалась над поверхностью воды на целый метр. Люди выдвигают всевозможные теории об этом странном происшествии, включая версии об изменении климата, землетрясении и запертым под землей метаном, который мог вызвать поднятие суши. Но, несмотря на все эти предположения, никто не смог найти разумного объяснения этому явлению. Огромная анаконда Эта невероятно большая анаконда вынырнула из воды и испугала людей, которые отправились в круиз по Амазонке. Туристы увидели, что огромная змея плывет в мутной воде рядом с их лодкой. Судя по всему, анаконда уже поужинала, поэтому она не была голодной. Ну а вскоре змея поплыла прочь от испуганных людей. Один чрезвычайно храбрый турист схватил змею за хвост и долго тащил по реке, но, в конце концов, анаконда освободилась и уплыла. Крокодил с ожерельем из покрышки В 2016 году был объявлен огромный денежный приз тому, кто поможет освободить этого крокодила от покрышки. Все произошло в Индонезии. Этот находящийся под угрозой исчезновения сиамский крокодил был замечен с шиной, застрявшей на его шее. Полагают, что он прожил так более пяти лет. Представители Министерства по защите дикой природы были обеспокоены тем, что крокодил может вскоре стать слишком большим для шины, и она не даст ему дышать. После многочисленных попыток шина была наконец разрезана, и шея крокодила была освобождена. Счастливого хищника отпустили обратно в воду. Странное существо из Брунея Это неопознанное существо озадачило биологов всего мира. Оно было снято на камеру в Брунее в 2017 году. Его заметили в реке. У странного существа была зубастая пасть необычной формы. Оно вышло из реки, как обычный аллигатор. Человек, снявший видео, считает, что это мутировавшая морская щука, но ученые предположили, что это может быть новый вид животных. Корова застряла на дереве Маленькие животные часто застревают в деревьях, но это видео, опубликованное два года назад, демонстрирует застрявшую на дереве огромную корову. Двое стоящих в воде мужчин пытаются спасти животное, которое застряло на дереве во время сильного наводнения на высоте нескольких метров над землей. К счастью, команда спасателей обнаружила бедное животное. Используя бензопилу, люди срезали ветки и освободили корову. Спасение акулы Во время проведения исследования рядом с рекой морской биолог заметил акулу. Животное застряло в высокой траве. Возможно, оно оказалось там из-за сильного течения. Молодой самец и малоголовый молот рыбы длиной 1 метр не мог добраться к реке, но храбрый морской биолог спасла его и вернула в воду. Аллигатор – вор. Не только люди бывают ворами. Посмотрите на эту голодную рептилию, которая не смогла удержаться и украла улов этого маленького мальчика. Ребенок был на рыбалке со своим отцом, где поймал большую рыбу. Но не успел маленький рыбак насладиться своей победой, как из воды стремительно выскочил аллигатор и украл его единственный за день улов. К счастью, рептилия смотрела только на рыбу, и мальчик не пострадал. Мега-аллигатор Этот аллигатор прогуливался по заповеднику во Флориде. Он настолько огромен, что многие подумали, что это сцена из голливудского фильма. Местные жители были удивлены огромными размерами животного и назвали его горбун. Флорида часто становится домом для огромных крокодилов. Но этот гигантский монстр удивил даже местных жителей. Он был 4,5 метра в длину и сразу стал знаменитостью. Рогатый крокодил В 2019 году группа исследователей искала останки вымершего вида крокодилов, исчезнувшего около двух тысяч лет назад. Они нашли его в затопленной подземной пещере. Там лежал череп рогатого крокодила из Мадагаскара, который считается самым ранним родственником нильского крокодила. Ученые забрали череп в исследовательский центр, чтобы извлечь ДНК и детально проанализировать его. Гигантский угорь Этого огромного угря нашел этот человек. Бедное животное застряло и пыталось вернуться в воду. Молодой человек принял все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать мощного укуса, а затем отпустил животное обратно в воду. Гигантский осетр Чудовищная рыба весом 350 килограммов потрясла всех, кто увидел ее, когда она была поймана китайским рыбаком в мае 2018 года. Огромный осетр был метр в длину, и это была самка Калуги. Специалисты считают, что ей было как минимум 100 лет. Монстр был доставлен в местный научный центр для исследования и анализа. Там его держали в огромном бассейне. После детального изучения местные жители выпустили животное обратно в его естественную среду обитания. Рыба без лица Эта причудливая рыба была замечена учеными впервые за 100 лет. Рыба без глаз была обнаружена подводной научной экспедицией, которая проводилась в ранее неисследованных частях австралийских вод. Сначала ученые думали, что два красноватых пятна на голове были ноздрями. Рыба считается совершенно новым видом, и это безликое создание, единственный экземпляр, найденный людьми. Поэтому рыба была доставлена в исследовательский центр в ящике со льдом для изучения. Снежный человек в болоте В 2015 году молодой парень катался на каное по болоту и внезапно услышал пугающие звуки. Он заметил странное движение в лесу. Турист решил заснять происходящее. Казалось, что он видит огромную волосатую обезьяну, но когда она подошла ближе, то парень понял, что это не животное. Было видно, как он идет среди деревьев, раскачиваясь в стороны. У существа были длинные руки. Оно немного поплескалось в болоте и потом исчезло в лесу. Парень думает, что это точно был не медведь. Медведи не могут так хорошо ходить на двух ногах. Многие считают, что это был снежный человек. Японский гигант Японская исполинская саламандра является третьей по величине амфибией в мире. Это загадочное существо принято считать речным стражем. Несмотря на свой рыбоподобный вид, у этого японского гиганта две руки. И это делает саламандру жутковатой. Она может весить до 27 килограммов и достигать в длину полутора метров. Японская исполинская саламандра живет на суше и в воде. Этот и без того ужасающий монстр по природе своей еще и враждебен. И мы бы не хотели оказаться рядом, если бы один из этих речных гигантов проснулся и решил подраться. Мы уверены, никто не сможет противостоять их мощной силе. Сегодня эти огромные звери являются исчезающим видом, и японские власти делают все возможное, чтобы сохранить тех немногих особей, которые остались в природе. Одной из проблем, влияющих на численность саламандр, является потеря среды обитания. Территория регионов, где они могут проживать, сокращается с каждым днем. Тем не менее, эти древние виды вряд ли вымрут. Ведь выживали же они как-то последние 20 миллионов лет. Этот срок делает их одними из самых древних животных. Ночной кошмар Легко понять, почему миногообразные считаются вампирами речного царства. Эти паразитические рыбы не имеют челюстей, но это компенсируется рядами бритвенноострых зубов. Этот ролик демонстрирует кадры, которые ошеломили и ужаснули весь мир. Рыбак поймал на реке миногообразное. Оно выглядело очень страшно, и было примерно в 100 раз больше, чем обычные представители этого вида. Голова чудовищной рыбы была больше, чем кулак человека, что говорит о многом. Эти ужасающие рыбы-угри обычно не превышают 7 сантиметров в длину. Из-за своего чудовищного размера эта рыба-вампир является одним из самых страшных существ из мутных глубин в нашем видео. Было бы здорово, если бы мы никогда не видели этого ужасного речного монстра, который теперь, несомненно, будет являться нам в кошмарах. Болотные люди многие были очарованы таинственными болотными жителями залива Морбиана во Франции. На самом деле, это интригующая художественная выставка, отражающая наши напряженные отношения с природой, а не отвратительные мумифицированные болотные существа, застывшие во времени. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Друзья, не стесняйтесь писать комментарии под видео, о чем бы вы еще хотели узнать. Я обязательно выполню ваше желание. Пока!